Здравствуйте, дорогие девочки! Меня зовут Дробин Ксения, я директор Международного брачного агентства. Один из офисов моего агентства находится в Германии. И очень часто поступает такой вопрос. Ксения, мой кавалер, пишет о том, что он в состоянии развода. Что это значит? Можно ли рассматривать мужчину для отношений, если он находится в состоянии развода? Это видео посвящено юридическим основам браков в Германии. Итак, для того, чтобы в Германии заключить брак, для этого надо обратиться в поземельный суд. То есть браки заключаются не в ЗАГСе, браки заключаются в суде, поэтому в первую очередь получается разрешение суда. Для того, чтобы расторгнуть брак, тоже нужно будет обратиться в суд. И процесс расторжения брака несколько проблематичнее, чем это происходит в России или на Украине. Для этого сначала мальчик и девочка, то есть мужчина и женщина, после принятия решения мы все-таки расходимся, они должны год прожить раздельно. Это так и называется. Раздельный стол, раздельная кровать. Причем начало этого года, это называется тренунгсия, начало этого года заявляется официально. То есть с этого момента мы живем раздельно. В идеале мужчина и женщина должны разъехаться по разным местам обитания. Если у них, например, дом, они могут жить на разных этажах, то есть они официально заявляют, что с этого момента мы начинаем наше раздельное проживание. И бывает такое, что в процессе этого раздельного проживания, когда мужчина уже понимает, что брак распался, он уже начинает искать себе партнершу для жизни. Иногда бывает, что люди разъехались уже давно, а официально об этом не заявили. И тогда возможно, что они уже 10 лет живут по отдельности, но так как тренунгсия официально не был заявлен, то официально он как будто бы и не начинался. Поэтому может быть такое, что мужчина и женщина много лет живут раздельно, но их вот этот предразводной год, год раздельного проживания, он начинается с того момента, как официально о нем заявляют. И только после этого, собственно говоря, начинается судебный процесс, как делится пенсионная страховка, что куда происходит, какое имущество нажитое, что происходит с детьми, алименты и так далее. Поэтому бывает такое, что мужчина пишет, я нахожусь в состоянии развода. И женщина в панике, что делать, он еще не разведенный. Если сравнивать, конечно, с российскими, с украинскими реалиями, то фактически мужчина не разведенный, потому что у него еще нет сертификата о том, что он разведен. То есть по идее фактически он как бы еще жена, но с другой стороны он уже как бы и не женат, потому что он уже начал этот процесс. Продолжать ли отношения с таким мужчиной или нет? Мне трудно дать вам однозначный совет, потому что возможно, что у мужчины, когда он уже вам написал, возможно, у него этот тренунг с я подходит под самый конец, и, собственно говоря, через месяц он получит свое свидетельство о разводе и уже полностью готов для создания брака. С другой стороны, есть другая ситуация, что от того момента, как вы начали переписываться, потом первая встреча, вторая, третья, четвертая, пятая, это может еще год или два пройти, прежде чем вы оба поймете решение, мы все-таки решили создать семью, мы хотим жить вместе. То есть вы тоже не можете спрогнозировать, когда случился этот момент. Это явно случится не сразу после того, как мужчина написал вам первое письмо. То есть может быть, пока вы общаетесь, возможно, что он уже решит свои юридические вопросы и получит уже документы об официальном разводе. Возможно, конечно, более грустная ситуация, когда у мужчины долгий брак, у них есть совместное имущество, у них есть совместные дети, им надо будет распределить пенсионную страховку, не дай бог, у них какие-то еще есть кредиты, которые между собой надо распределить, какие-то свои финансовые разногласия. Возможно, его еще жена, она не совсем согласна, на каких условиях мужчина с ней разводится. То есть, в принципе, вот это вот состояние развода, оно может у кого-то и затянуться. Самое худшее, что я слышала, одна дама ждала своего мужчину три года. Вот, потому что отношения были, мужчина разводился, и он готов был развестись, но из-за того, что юридически было сложно, из-за того, что жена препятствовала, то, получается, развод затянулся. И дама моя, моя героиня, к сожалению, мужчину не дождалась. Поэтому, суммируя, если вам пишет немецкий мужчина, который находится в состоянии развода, вот это вот тот называемый тренунгсия, не списывайте его сразу со счетов. Может быть, он у вас не будет, пускай, кавалером номер один, не будет ваш мистер Биг в списке ваших приоритетов, но, тем не менее, задайте ему вопрос. Хорошо, зайка, ты честно сказала о том, что у тебя вот этот вот год предразводной. «Когда ты получишь официальный развод?» А дальше слушайте, что он вам расскажет. Если он вам говорит о том, что они еще не подавали никакие документы, то, получается, это может длиться долго, даже если у них нет совместных детей, совместного имущества. Если у мужчины, например, с дамой расстались по-доброму, и он говорит о том, что да, вот может, или, например, у них нет совместного имущества, и нет совместных детей, то, в принципе, как только год закончится, они получат развод по-легкому, то там никаких сложных ситуаций не будет. Если у кавалера, конечно, есть несовершеннолетние дети, если у них куплено имущество, если это имущество куплено в кредит, жена не работала, то есть, получается, она претендует на часть пенсионных отчислений своего кавалера, конечно, там развод может быть более кровавым, и тут уже ваше решение продолжать отношения с этим мужчиной или нет. Но если мужчина достойный, если мужчина хороший, если у него, например, официальный развод состоится буквально через месяц, через два, но даже если через три-четыре месяца, вы же тоже не сразу завтра вот как бы письмо написали, и вы сразу замуж уже побежали, уже все документы собирать на брак. Это будет тоже достаточно долгий процесс, пока вы поймете, что вы друг другу подходите, пока вы разберетесь, у кого какие ценности, пока вы поймете, нужен ли вам этот мужчина вообще в жизни. Так что решение связываться вам с еще недоразведенным мужчином немецким, это решение принимаете только вы, и в зависимости от того, какие есть сопутствующие обстоятельства. То есть не то, что честно, вот если он не разведелся, я вот с женатыми мужчинами дела не имею. Тренунгс я – это недоразведенное, это значит, что человек сделал первый шаг, он со своей бывшей женой разъехался, вот, они начали уже что-то делать, а дальше уже надо через коммуникацию, через вопросы выяснять, каким образом, на какой стадии находится вот этот вот предразводной год, и что вообще происходит. Если у кавалера все по пути, то есть у меня есть такие мужчины, которые ко мне обращаются, им дома отказывают, он приходит и говорит, слушай, ну так у меня развод-то официально через месяц. Я говорю, так ты ей это сказал? Он говорит, нет. Ну так естественно, я говорю, ты же понимаешь, если ты сказал о том, что ты в состоянии развода, дама, естественно, в полной панике, что ей делать с мужчиной, который, который, по сути дела, еще женат. Естественно, конечно, такое никому не нужно. Вот так ты объясни своей даме о том, что у тебя развод, он уже вот-вот состоится, ничего тут такого смертельного не будет. Если у вас по поводу этого видео или по поводу других видео есть какие-то вопросы, если вы что-то не поняли, вы всегда можете написать мне в WhatsApp, по e-mail, как вам удобно. Вы можете позвонить в немецкий офис, я с радостью отвечу. Очень надеюсь, что данным видео я помогла вам принять решение, что значит мужчина в состоянии развода и что с этим делать дальше, и какой вопрос задать своему кавалеру дальше, после того, как вы выяснили про него черную правду. Буду рада получить ваши вопросы. Возможно, из следующего вопроса родится мое следующее видео. Желаю вам хорошего дня.